ну что всем привет с вами алекс и алекс это если по-английски а по-русски саша лёша и кто-то у нас еще сидит сзади но мы вам не скажем кто-то спалился и мы едем в сан-франциско и просто общаемся мы разговаривали о дорогах вот на дорогах в америке и дорогах в россии в принципе у меня в машине есть одна проблема у меня очень плохая звукоизоляция потому что машина в принципе эконом-класса наверно второе крепление там еще за ним есть одно крепление это когда подфиксируешь еще два то это зажат нормально так вот в америке дороги на самом деле классные просто здесь где мы сейчас ездим большой большой трафик постоянно и что получается в принципе они разбиваются быстро потому что здесь ездит очень много очень большие грузоперевозки здесь портовый город вокруг всех больших городов в штатах вы найдете дороги которые будут с ямами с трещинами плюс они еще делают такой разрез они ставят швы чтобы дорога дольше служила чтобы она никогда нагревалась она не трескалась тому в общем с моей шумоизоляции можно записывать на такой дороге как сейчас потому что в принципе не слышно тогда вот этого всего но если мы будем ехать по дороге где эти швы она будет слышно это не значит что здесь плохие дороги хотя в принципе да в принципе вокруг больших городов они хуже чем по всей америке вот если вы видели мои видео как я ехал через америку я когда ехал в норс карлайне там асфальт прошел дождик и просто он во первых гладкий ровный ни одной ямы ничего и он как стекло здесь в принципе немножко похоже на все равно хорошие дороги и вот мы разговаривали с вашей я допустим когда смотрю разные фотографии да из россии и вижу вот просто такие огромные ямы в которые проваливаются машины я естественно такой херни ни разу не видел я вообще не понимаю как такое может быть что стоит машина да вроде есть дорога а потом фигасе она туда вот как я не знаю проваливается в ад короче прям я тоже могу прокомментировать потому что в ярославле кто из ярославля знает кто катался там на машине там конечно ужас окей я просто могу сравнить потому что был катался недавно буквально ярославле катаюсь сейчас здесь и я лично жена за рулем по сравнению с ярославлем здесь конечно дорога намного лучше мы здесь съезжали мы скатались до сан-григорио по моему от санта-круза сан-григорио дорога была идеальна это было шоссе конечно большой мы потом съехали с шоссе ехали через лес какого-то серпантину там ни одной ямы нет дороги реально идеально ну это пока не то что пока я успел заметить за три месяца катаемся мы конечно меньше 3 месяца где-то две недели наверно тем не менее вот что еще добавить ну и вот ты говоришь что вы там меняли диски я здесь на один раз сделал сервис менялся колеса и делал калибровку подвеску развал схождения когда я и заменю из этого из кальконнекти куда в калифорнию приехал но я проехал там порядка пяти тысяч миль в принципе у нас был второй фокус в ярославле и были легкосплавные диски мы их правили каждый месяц то есть каждый месяц мы заезжали на штаммонтаж я знаю что эти диски там не стоит их каждый раз править потому что они там ухудшается качество металла я об этом все прекрасно знаю но просто покупать покупать ежегодно новые диски это дорого поэтому постоянно постоянно их правили подвеску меняли постоянно тоже ну как постоянно всю спальню поменяли в конце когда машина продавали что еще скажешь печалька короче я не знаю дороги здесь хорошие если вы видите там слышите что-то просто нет машин на самом деле менять я думаю что возьму себе тесну когда будет возможность а так в целом поскольку я ищу вокруг больших городов здесь просто реально много всяких таких накладок не знаю специальных разрезов на дороге то есть поэтому шумно а так в целом здесь я в россии никогда не ездил но из того что я слышу из того что я здесь вижу мне кажется что в америке все-таки дороги получше хотя может быть я не прав может в россии действительно знаешь где хорошие дороги в россии я немного так и ездил в основном по ярославской области москва дороги хорошие в москве ну как не могу сказать что везде ну вот подъезжая к москве там дороги хорошие по крайней мере вот по ярославскому ярославское шоссе называется да там хорошо там нормально все остальное просто ужас лучше чем здесь да нет примерно то же самое то же самое ну да ну только знаешь отличие очень большое раз вот я вот заметил что здесь стоят такие фиговины а светоотражатели называются и когда ты едешь ночью от фар отражается и очень хорошо и очень четко видно разметку я такого не видел просто в россии не видно разметку может у нас вообще нет ярославской разметки но здесь еще по бокам есть такие штуки которые шумят чтобы если человек засыпает он на них наезжает если его вот заносит в сторону что он сразу проснется он услышит мы можем даже сейчас по одной проехать вы слышите как она начнет трещать я подъезжаю к обочине да а здесь нету здесь нету облоп с другой стороны лучше по дороге опять же подъезжая к москве есть такие же штуки есть да самый документный пример у нас наверно был когда мы ехали из питера до ярославля вот эта трасса питерская она очень проблемная и она очень плохая это когда мы там машину то у нас нырнула просто ушла в асфальт я помню да если вы тоже провалились ваг да мы вы ехали ночью ехали из питера я не помню где-то километров 200 наверно от питера мы съехали с трассы составной решили сократить путь там едем смотрим вроде снежок все отлично подъезжаем туда у нас машина бульк в асфальт просто я не знаю как мы умудрились ничего не сломать просто ехали 5 километров в час ну ничего не видно там снег тепло реально уехали под это что доставали да нет мы как-то нырнули и сразу резко выехали он только под вами проламывался вы как в фильме там индиана джонс там все сыпется вы таки примерно так и было без веха кстати серьезно короче звуковая фигня слева я а я поехал вправо вправо здесь просто парковка для этого для для мерджинсы то есть вам надо стоять на хайвей поэтому здесь не шумит но если я перестроюсь другой ряд и там где ограждение и поеду по боковой то вы услышите вот эту вот трель а еще один момент который вот здесь есть и говорят чего нет в россии здесь на всех резких поворотах а указывается скорость до какой скорости надо снизить чтобы безопасно войти в поворот то есть если там поворот 80 или 90 градусов то естественно будет знаки там все показывать они будут там а светоотражаемые если вы под большим склоном ети для траков указатели с такой-то скоростью ехать у вас там не перевернулось ничего то есть как бы в америке сдать на права легко да но это потому что здесь система дорог сделана так что все для всех разжеванные показаны а вот и вам не надо там знать как блин я не знаю поменять подвеску в каком-нибудь там каком-нибудь камазе чтобы получить простые права и вы приходите сдаете устный тест там 10 вопросов разрешено две ошибки или 20 вопросов и потом просто сдаете вождение суть вождения заключается в том чтобы вы ехали смотрели на знаки соблюдали скоростной режим не ехали медленнее не превышали когда надо перестраиваться показывали поворот все все очень предельно просто и здесь никто даже права не покупать здесь 16 лет водят и никаких здесь только наши жалуются на то что когда сюда приезжают американцы никогда не показывают поворот и я в принципе тоже здесь водил и научился водить я тоже не показываю поворот если я вижу что за мной нет машин или не я просто поворачиваю вот ну так я закончил про то что здесь по моему всем легко получить права и здесь американцы водят 16 лет то есть начинает водить никаких проблем с этим нет ну будем дальше сравнивать дороги неблагодарное занятие послуживаю почему слева ну это нечестно почему нечестно я видел короче в интернете есть такой мем значит что-то типа американцы пустили это вот дрон на марс который там ездит марсоход и это обошлось там что-то не знаю 100 миллионов долларов я не помню точно цифры а потом показывают русские построили дорога там протяженностью 20 километров что-то там под москвой и как которая стоила в три раза дороже чем пустить дрон на марс поэтому если такие деньги впухиваются то по идее дороге должно быть ну как бы я не знаю из золота наверно мы поснимаем потом и вот относительно вот этих поворотов у меня была такая в жизни неприятная ситуация когда я ехала за городом и я ехала вечером и ночью точнее и навстречу мне ехал жид с дальним светом фары и он фары не приключил свет и когда мы с ним разминулись то я видела что дорога резко поворачивает то есть не предупреждающих знаков просто 90 градусов и ну все закончилось тем что я слетела с дороги по ламаре то есть серьезно сколько ты ехала километров в час? у меня с разрешенной скоростью ехала 90 вроде но я не ожидала что там будет поворот и что ты влетела в кувет? да меня развернуло то есть остановка стояла столб влетела и машина просто согнула руки в кувет и не вернула а с тобой что было? ну у меня на скорой больнице и как долго ты была в больнице? месяц месяц я лежала в больнице потом три месяца я была на больничном ты там себе ну у меня была закрытая черепно-московая травма и защемление нервов то есть я не могла просто поворачивать голову и подниматься переломы были? нет слава богу не было но все равно то есть конечно хочется за эти деньги которые вкладываются в строительство дорог что-то получить даже минимальное мы получаем только яму мы получаем только яму и в Хевославле у нас даже распространено такой, знаешь, мейнстрим так как бы у нас наклеечки вешали на задний стекло я плачу налоги, где дороги я хуею тебя можно ругаться Мадонна на канале? да, можно заебить да, наклеек много ездят все клеят на машины печально все это что? Саша говорил, что здесь если съехать с основных трасс то дороги будут лучше в России мы очень много ездили за городом и когда мы из Питера ездили мы когда съехали с основной дороги то ситуация была кардинально противоположная потому что то есть там было вообще полнейшее отсутствие дорог мы там двигались буквально со скоростью 10 км в час и а ты помнишь Навальный открыл проект Рус Яма мы им пользовались ты слышал про него? нет, ходили ямы обрисовывали он, короче, открыл просто очень простой проект сайт, ты фотографируешь какую-нибудь яму и заливаешь ее на его сайт он тебе генерирует нажимаешь кнопочку он тебе генерирует обращение в вышестоящей станции, которая ответственна за дороги и ты просто распечатываешь это заявление и относишь они реально работают реально ремонтируют отлично это очень классный проект на самом деле это здорово видеть перемены в лучшую сторону и многое даже начинается с самих людей да, вот говорить там о тех же знаках отражающих почему бы, ну вот я не знаю, долго ли это там простоит вообще но сделать наклейки, да, большие там которые будут отражать свет там со своими указаниями типа вот здесь там, я не знаю резкий поворот и пойти воткнуть эту наклейку или поставить там где-нибудь к знаку прилепить или просто какую-нибудь фигню туда прибить ну, оно с одной стороны звучит это банально но с другой стороны как бы все перемены, они же идут начиная непосредственно с человека и с дорогами то же самое, да, люди платят налоги они, деньги скорее всего разворовываются они могут ходить на митинги, но с другой стороны можно и самим что-то изменить и открыть какое-то движение там по восстановлению дорог и как-то договориться с местными органами которые управляют этим вот, хотя мы сейчас скатимся в политику я так предчувствую скатимся в ад политический а хотя с другой стороны, да, у меня есть одна история, когда предлагали законопро... не закон, а бесплатно сделали план для города по улучшению городской системы водоснабжения там и канализационную, то есть это один этот план, который был бесплатно сделан, он там стоил сотни тысяч долларов вот, и его предлагали как это называется городу управлению или кто-то в итоге там, чтобы дать это бесплатно даже как бы куда-то, чтобы это дошло и это началось делать, потому что деньги бюджетные да, есть в принципе, да, этим можно было бы заняться там надо было столько денег давать взяток, чтобы просто помочь чтобы что-то изменить, поэтому не знаю, может быть отсюда все эти движения возникают там, типа стоп хам или окупай педофиляй, с одной стороны это шоу это отвлечение от... смысл отвлечь внимание от насущих проблем, все эти стоп хам все эти... это же все отделение нашистов то есть, а... то есть ты считаешь, что стоп хам, он как бы не помогает там бороться с... конечно они борются не с причиной, а со следствием уже причем они борются таким способом незаконным то есть они портят чужое имущество конечно, пожалуйста, сфотографируйте там я не знаю, пишите, да, пишите заявление вызовите полицию, что за ерунда такая это все, понимаешь, пилят просто бюджет смысл отвлечь внимание от реально насущих проблем то есть эти проекты, они тоже признаны только чтобы как-то поднять бабки конечно, вот все, что делается этими нашистами, я тебе уверяю тебя на ютубе, эти нашисты сейчас налетят после-после этого видео но я не знаю, я вот думал, что с одной стороны, да, как бы люди пытаются что-то изменить там ловят наркоманов, там ловят педофилов, ловят, я не знаю нарушителей парковки но с другой стороны возникает вопрос да, есть ли такая большая проблема с парковкой, то в принципе человек, который паркуется на проезжей части он с одной стороны, как бы виноват а с другой стороны, может быть у него просто выбора нет? конечно, конечно же нет выбора куда ему деваться? значит дело не в том, что он запарковал со хреново, а в том, что парковки нету ты совершенно прав, так и есть ну да, вот эти все движения когда борются, вот знаешь такими своими методами таки наклейки на собственность на чужую, или тех тех самых там когда ловят наркоманов и избивают их ну, ну... эти нашисты очень... я согласна, что это все плохо но как бы такими методами... да все эти... все эти отделения нашистов это такая паразитическая контора все эти... МГР... наши, кто там еще у них сталь движения вот все занимаются одной ерундой просто... этот... обсирают, как только могут оппозицию я же говорил, мы в политику сейчас уйдем так оно и есть у нас, когда я занимался... сейчас текусь немножко... когда я ходил на уроки английского у нас был преподаватель из Канады и мы начинали урок какой-нибудь там безобидной темы там, про книжки что-нибудь поговорим там, про какой-нибудь фильм но в итоге у нас каждый урок скатывался в политику мы всегда обсуждали нас еще вот эти вот проблемы политические вот опять то же самое с тобой ну и как вашему канадцу в России жилось? эээ... как бы сказать-то по-культурнику эээ... он... он здесь толком не жил и... здесь там ну... в России в России, да и... он просто еще не понимает он мне говорит Алексей, ну посмотри в окно там столько машин дорогих ездит у вас тут все живут получают очень хорошие большие деньги и мы с ним постоянно на эту тему спорили он... я вот даже как-то спросил однажды вот как ты думаешь сколько средняя зарплата у учителя он такой ну я знаю что маленькая ну я предположим примерно ну две тысячи долларов в месяц маленькая я усмехнулся я говорю нет это не так это... раза в три-четыре меньше ну вот постоянно вот мы с ним на это спорили про это спорили ну... я должен сказать что в Америке тоже не так легко как бы жить и тут тоже хватает бедных людей причем я удивляюсь часто это даже американцы которые здесь выросли они то есть застревают в каких-то работах там низко оплачиваемых за 8-10 они тоже живут от месяца в месяц да у них может есть машина да они может там где-то снимают или дом у них есть они выплачивают но они как бы за свои копейки сражаются и тут уже скорее наверное проблема личная мне многие пишут и жалуются что вот блядь Саша ты такой засранец там уехал там свалил поливаешь грязью там теперь страну я ничего не поливаю я просто рассуждаю и если со мной кто-то не согласен пожалуйста вы скажите свое мнение ну естественно чтобы оно аргументировало да оно было аргументировано и не надо писать там типа ах ты педрила блин это я понимаю это ваше мнение но ответ на такое мнение естественно будет адекватный то есть ну как бы сам ты педрила правильно вот если не знаю если если человек не может самореализоваться то может быть действительно проблема в человеке а не в стране все таки Россия это не Зимбабве правильно ну и у вас там вроде и бизнес был другое дело что вас не устраивало социальное положение в принципе не статус а именно как бы общественное настроение правильно да мы были да и сейчас оппозиционно настроены к нашей власти были и мы даже ходили на митинги если интересно я могу рассказать как мы сходили на митинг ну да как сходили и вообще почему вы решили уезжать из России основная причина это никакой свободы слова везде цензура я вот работал у провайдера появилась цензура стали блокировать сайт на митинг невозможно выйти постоянно прибегают ОМОН с дубинками ну не всегда конечно но очень часто это было мы ходили на митинг мы ходили на акцию 31 она была в честь статьи конституции в принципе она статьи конституции которая говорит я не помню ее не смогу точно процитировать но она смысл ее что типа вы можете собираться мирно без оружия высказать там свое мнение без лозунгов да без лозунгов то есть мы вот собирались мы собрались однажды просто посидеть пообсуждать никаких без лозунгов без транспарантов без всего из молодежи никого не было мы были с тобой наверное вдвоем из молодежи вся публика была это вот бабушки дедушки а так вот ты не поверишь в конце митинга приехал пазик ОМОНа и выбежал всех нас разгонять то есть на бабушек на дедушек не просто пазик а то есть вот эти космонавты в шлемах в шлемах ты представь мы естественно все все разошлись это выглядело типа ну вы там ничего не крушили нет да нет конечно мы же просто стояли мирные люди потому что в Америке тут ну как бы закон тоже работает если ты выходишь на митинг и ты там начинаешь я не знаю пуйствовать поджигать машины то там они спокойно пригонят им полицию которая будет и газом это правильно и когда вот был этот большой митинг в Детройте я не помню 90-е годы с 91-х туда даже этот национальную гвардию пригнали то есть там БТР и без проблем то есть ну как бы с какими-то такими жестокими проявлениями протеста которые угрожают безопасности других людей с ними борются достаточно серьезно это правильно так и нужно делать в принципе если не нужно впадать в крайности если начинают что-то крушить естественно это неправильно нехорошо но у нас то проходят акции мирно ну вот касательно да своего бизнеса получения всех документов и бюрократии конечно страшно да то есть бюрократии просто я не знаю как это можно обозвать но я просто знаешь иммунитет уже выработался к тому что когда вот здесь отвернусь немножко здесь когда иду в какую-то гостру например в ГИМВИ там находил у меня все равно ощущение внутренне неприятное что будет чтобы неприятно там тебе там как-то сделать чтобы бумажку получить 35 инстанций пройти здесь такого нет по крайней мере мы с этим еще не встречались ни разу то есть в России у меня просто выработался иммунитет я просто шла в какую-то госструктуру регистрировать его предприятие или там налоговое или разрешение какое-то получить ну или просто бумажку ага которая для порядка нужна и то есть ну 2 часа 2 часа 3 часа 4 часа весь день тебе обеспечивают просто будешь там сидеть конечно все так устрашать тоже не стоит где-то ты можешь все получить без проблем это много зависит я не знаю почему но это зависит от сотрудника персонально с которым ты будешь работать то есть пользуется ли человек своим служебным положением или нет по сути да примерно есть хороший есть то есть если ты в маленьком городе в провинции то тебе гораздо проще все это делать потому что люди там как-то более открытые более какие-то сопереживающие сострадающие то есть в маленьком городе да я согласен они еще просто сидят а когда я жила в Мужскине а потом я ехала в Ярославль это просто ну столкнулись короче мы очень часто столкнулись со всей этой бюрократией было трудно бывает что-то получить какие-то бумажки которые тебе вот обязаны по закону выдать неохота никому работать я не знаю здесь когда я открывал свой бизнес я всю информацию нашел в интернете здесь есть очень много организаций которые с этим помогают бесплатно то есть я походил по этим организациям мне там дали консультации и все я заполнил формы распечатал заполнил отправил чеки куда нужно в итоге потом мне пришел сертификат ну как бы бизнес ну я не могу сказать что это была какая-то бюрократическая процедура она была но то есть это это было нормально это не было там при этом очень как-то тяжело и вообще там нереально это сделать но поэтому я не знаю я не сталкивался в России с бизнесом насколько это там работает но вот мои знакомые которые пишут они говорят что там надо постоянно давать взятки а здесь я не знаю может быть здесь и воруют но в очень больших объемах где-то далеко наверху внизу там взятки за простой бизнес кому ты их дашь там твои не знаю открыть бизнес стоит ну не знаю 500 долларов грубо говоря иногда это даже дешевле и там 50 долларов возьмут кому они нужны мы уже в Сан-Франциско да уже шикарный свит так что ну если у вас и маленький бизнес то есть скорее всего может быть и не столкнешься с этим да не будут там кошмарить еще что-то но что-то если крупное если ты уже выходишь на более какой-то более высокий оборот или на более высокий уровень то конечно да а вы кстати тут сами не думали еще бизнес открыть поезд ну а я прокомментирую нет конечно задумки есть но сейчас сейчас нам нужно уже три месяца ну вот давайте мы спросим у наших подписчиков меня много смотрят людей как бы у меня идея есть идея у меня значит у меня есть блог правильно он как бы информативный блог он развлекательный блог он ну это инфоресурс по сути из которого я ничего не зарабатываю кроме там каких-то денег там небольших с ютуба за рекламу которая встроена в видео и вот если бы мы допустим прицепили к этому блогу какой-нибудь продукт я не знаю просто чем вы занимались дома да и чем вы хотите заниматься здесь это можно было бы даже из Америки что-то здесь покупать и продавать в России допустим ну отличная идея что я тебе могу сказать вот интересно услышать мнение подписчиков там можете в комментариях отписаться что бы вы здесь хотели приобрести и это может быть наверное как товары какая-то как информация то есть ну естественно я открыт к любым предложениям ну через бизнес за бизнес мы поговорим через год да через год ну да должно пройти какое-то время то есть мы уже себя здесь чувствуем более уверенно в плане там каких-то бытовых вопросов да куда пойти там ну не знаю там с чем еще мы сталкивались тут в последнее время как там машину зарегистрировать ну такие вот простые да вопросы ага посмотрим там что через год будет сейчас пока мы еще адаптируемся можно так сказать ну это да что вас там еще спрашивали под вашим видео я не помню там а ой я что тоже уже не помню каким 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 бизнесом ты занималась тут спрашивали вот это я точно помню по вопросу то есть то есть в России да начнем с того что я в России изначально я это делала сама а потом закупила оборудование наняла персонал и мы стали развиваться и я не продавала непосредственно туристам да все эти сувениры я продавала оптом уже потом магазинам продавцам да продавцам сувениров магазинам маленьким предприятиям то есть начиналось все знаешь не как там раз и огромное предприятие начиналось все ну понятно потом как бы наращивались объемы наращивались какие-то связи но все это мы поменяли на Америку к черту бизнес даешь работу там я не знаю в ресторане не я шучу конечно на работу в ресторане у всех будет кто приедет вообще не так все легко и не так все красочно не так все просто но здесь надо повкалывать и не у всех получится я знаю реально людей которые приехали помыкались там не получилось там не получилось плюнули на Америку уехали домой и сказали ну ее в задницу вот поэтому не всем не у всех будет классно много разных факторов просто которые влияют начиная от ограниченности в общении человеку трудно адаптироваться выйти скажем так ну самый главный аргумент что все говорят что да там везде нужно вкалывать там вкалывать в России там ну да какая классная штука слева от нас слева по борту не дразни людей а вон пожалуйста вам троллейбус троллейбус прям как у нас такой же шоу давайте здесь очень прикольно нравится что здесь велосипед цепляют прям на автобус так прикольно смотрится вы понимаете чем мы сейчас с вами занимаемся мы просто и смотрим на всю эту красоту разговариваем и никому ничего не показываем я просто уже вонгую гневные комменты по поводу того что поставьте камеру на вид на город мы наверно так это на обратном пути на обратном пути у нас же темно будет да давай наверное вырубим и переставим давай